Доброе утречко! У нас сумасшедший влог апрельский в солнечный день. Вместо того, чтобы гулять, я решила помыть окна. Это ужас любого цветовода, потому что подоконники все заставлены цветами. И сейчас все это снимаю, переставляю, мою, заодно пересаживаю, меняю композиции, потому что сейчас уже солнце становится больше, и оно, конечно, светит ярче. И нужно оставлять на виду те, которые любят это солнце, которые не любят пытаться куда-то брать немножко подальше. И вот сейчас у меня все эти перестановки сумасшедшие, это сумасшедшее дело, я вам честно скажу. Но хотелось сделать, вот сегодня на самом деле не хотелось никаких прогулок, потому что надо дом привести в порядок. Сознавайтесь, вы уже помыли окна в этом году или нет? Думаю, что еще не все это сделали. И я тоже спохватилась, но надо это делать. Вся буквально мокрая, а окно открыто, и воздух еще такой прохладный. Ух, боюсь я завтра буду с насморком чихать, кашлять, но хочу сделать, вот прямо желание какое-то. Поэтому покажу вам немножко. Что у меня тут вот в процессе перестановки буду ставить на вот эти полочки суккуленты, кактусики и что-то такое, что очень любит солнце. А более тенелюбивые убирать куда-то подальше, куда не знаю. Хочу вот эту драцину укоротить сильно, потому что вот этот длинный ствол, это уже никуда не годится. Я ее укорочу, поменяю землю и надеюсь, она будет дальше продолжать замечательно расти, потому что ну куда уже такое. И даже боюсь показывать, что творится, потому что на полу сейчас стоит куча всяких растений. И надо как-то все придумать, переставить, обустроить, и чтобы мне это нравилось, и растение было хорошо. В общем, у меня сегодня такой сумасшедший день. Может быть, какими-то кусочками буду дальше показывать, но пока бросаюсь на то, чтобы помыть последнее окно. В свое время, кстати, я очень глупо поступила. Я сделала так, что у меня открывалась только середина, и я думала, ох, с какой я легкостью буду мыть вот это боковое окно. Но нет ничего подобного, его безумно было сложно мыть, надо было высовываться очень далеко, с риском выпасть. И в конечном итоге я узнала, что возможно заменить, и я заменила не раскрывающееся окно, на раскрывающееся. Если оно у вас не очень старое, эти профили еще изготавливаются, это возможно сделать. Здесь у меня зеркало, может быть, не все, когда смотрят видео, понимают, я здесь тоже сделала на боковинке зеркало. Оно немножко увеличивает как будто бы зрительно подоконник и дает какой-то дополнительный свет. Ну, конечно, когда оно чистое. Вот сейчас я вот это все продолжаю делать. Самое забавное во всех этих перестановках то, что почему-то потом у тебя не помещается то, что стояло раньше. Как-то и стараешься ставить и компактнее, но все равно получается по-другому. И поэтому начинают образовываться какие-то другие совершенно композиции. И что-то входит, что-то не входит. И, в общем, сейчас пока это все выглядит так. Но у меня еще освободилось некоторое место. Я тут передвигала тумбочку. Я думаю, туда тоже что-то поставить. И какую-то табуреточку, полочку, не знаю. И на нее тоже еще что-то поставить. В общем, вот такое сумасшедшее у меня сейчас тут переставленное в совершенно другое окно получилось. Но мне нравится, когда какие-то есть перемены. Так что буду привыкать к новому виду окна. Ну вот, более-менее пока окончательная, насколько это возможно, перестановка. Хотелось бы, конечно, освободить это кресло для гостей. Но пока я не знаю, куда деть вот этот гигантский цветок. Нужна ли бы какая-то подставка. Не хочется его выносить в коридор, потому что могут запросто утащить. Ну и потом хлорофитом прекрасно очищает дома воздух. Не помню, что он там какие-то формулегиды или что-то поглощает. Ну, такая полезная растюшка для дома. Поэтому пускай стоит. Здесь у меня новый жилец Селагенелла. Как-то так. Очень интересное. Семейство Плауновые. По сути, больше похож на какой-то древний мох. Требуется очень высокая влажность. Поэтому я тоже рассматриваю вариант опять посадить его в какой-то аквариум. И вот здесь теперь будет полочка, на которой будет у меня спатифилум. Здесь будет ближе к окошку золотой уз. Ну, а дальше уже попыталась все-таки как-то что-то здесь поставить. И пока вот выглядит так, понравится растениям или нет, буду потом наблюдать за их поведением. Те, которые любят больше солнца, те ближе к окошку. Которые меньше солнца, те немножко в тени больших вазонов. Вот, например, фиалочки тут в тени больших вазонов, чтобы их прикрывало от солнца. Ну, и с утра буду ставить эти пластиковые такие, которые рассеивают свет загородки. Пересадила дизиготеку. Надеюсь, теперь будет хорошо расти. Ну, тут еще многие нуждаются, конечно, в пересадке. Очень многие растения, поэтому все это делается постепенно, понемножку. Здесь будет, я ее всегда называю, бакарнея, это белоперроны. Наконец, я запомнила ее название. Надеюсь, ей здесь тоже понравится, если что, мне здесь есть лампа подсвечивать. И здесь фикус, который нигде не хочет расти, ему везде не нравится. А там у меня вот такая вот смешная композиция из мини-фиалочек, которые, может быть, надеюсь, там будут получать достаточно тоже света. Здесь, как всегда, вернулся на свое место садик ежиков. Ну и, в общем-то, пока все. Остальные там на кухне растения раскиданы. Пойдемте посмотрим, как там. И заодно посмотрим на хомячка. Хомячок у меня тоже переехал сюда, к другому хомячку. Теперь у меня такое хомячковое царство. Нижняя клетка пустая, но там вполне возможно тоже появится какой-нибудь жилец скоро. И здесь у меня вот такой тоже садик. Много всего я вам уже показывала. Все время слежу за этой Эрикой. Мне кажется, что она уже засохла. Ну, совсем какие-то выглядят сухие веточки, но цветы не опадают. Хотя я читала, что она вот так красиво засыхает медленно. И потом, по сути, можно их использовать для каких-нибудь, не знаю, композиций, если вы признаете композиции сухих цветов. И тут все почти без перемен. Очень, очень меня огорчил этот жасмин. Я думала, это моя вина, но я посмотрела, что в магазине та же проблема. Большинство бутонов превращается во что-то такое завявшее, не хочется сказать, сгнившее. Ну, что-то... В общем, осталось только совсем немножко бутонов. Хотя они потрясающе пахнут хорошо. И я, наверное, уже после цветения пересажу. И тогда, может быть, он зацветет как-то по-другому, получше. А здесь я немножко решила перечеренковать эту кошачью мяту, чтобы она была более густая. И вот сейчас черенки укореняются такой мини, можно сказать, тепличкой. И что здесь? Здесь особо перестановок не было. Только вот собираю свой садик. Надо тоже рассаживать все мураи. Видите, уже начинает цвести, тут пытаются молоденькие растения. Поставила на подоконник из глубины кухни пеларгонию душистую, потому что, в общем-то, она любит свет. И сейчас начнет, наверное, хорошо расти. А то у нее вытягивались очень длинные такие веточки, листики, что показывало, что света ей явно все-таки не хватает в глубине. Сюда переехала теперь фиолетовая традисканция. Будет пока здесь. Ну и здесь у меня всякие везде череночки-череночки, зебрины и прочих. И кого можно, того черенкую. Потому что сейчас все достаточно неплохо укореняется, неплохо растет. И пока вот здесь вот выглядит все вот так вот. А сейчас посмотрим на хомячка. Я смотрю, он вышел поесть огурчика. Дневное просыпание хомячка. Обычно их вижу только вечером. Муха как услышала, что я тут говорю о хомячке, сразу там пришла. Где, где, где хомячки? Где они? Мусипуся. Он не использует колесико. Несмотря на то, что я его сделала, чтобы он мог спокойно бегать по нему, Джунгарик не понимает, зачем колесико. Очевидно, ему нужна какая-то клетка просто побольше. И пускай носится по клетке. Продолжение следует... Продолжение следует...